здравствуйте мои друзья надеюсь у вас все хорошо сегодня я представляю вашему вниманию новое видео коротенькое видео с разбором очередной фразы из нашего нового плейлиста куман дива он францей как сказать по-французски и так сегодня мы разбираем с вами фразу которую нам которая нам понадобится но чаще всего в магазинах и так как же сказать стоять в очереди занять очередь и так далее эту фразу мы очень часто можем слышать на кассе да в принципе нам тоже надо сказать эту фразу не знаем как разбираем естественно существует несколько вариантов несколько синонимов но будем разбирать сегодня с вами самую самую ходовую самую самую французскую и так стоять в очереди делать очередь занимает очередь у французов это выражение делать хвост сэр лякер ферр лякер лякер это хвост хвост животного хвост на голове да например прическу мы делаем собираем волосы в хвостик также мы говорим и делать очередь создавать очередь заделать хвост ферр лякер ферр мы с вами ставим в любое время в любое наклонение для любого лица мы его спрягаем лякер мы оставляем пожалуйста особое внимание не путайте слова лякер и лякер к хвост к набережная набережная либо перрон не путайте пожалуйста хвост это к лякер обязательно используем с вами здесь определенный артикль ферр лякер и так я стою в очереди же ферр лякер например мне звонит мой муж и спрашивает катя ты где я могу ответить же все алики же ферр лякер либо я могу наоборот своему мужу сказать я иду там еще что-то выберу а ты пожалуйста иди занимай очередь и я ему скажу во ферр лякер во ферр лякер иди займи очередь во ферр лякер ситопли во ферр лякер силе тупли если я буду обращаться на вы к примеру я буду обращаться к своей к моей дочери к мужу одновременно и говорю идите занимайте очередь то я буду сказать то я скажу алифер лякер алифер лякер идите али алифер лякер бывает такая ситуация вы подходите на кассу и непонятно кто стоит последним в очереди и вам надо спросить вы последний да вы за кем я буду не используйте здесь пожалуйста слово дырни и дырни и почему потому что дырни и дырни это последний покупатель после которого касса закрывается и если я стою последняя в очереди но я четко уверена что после меня касса не закрывается кассир никуда не уходит вы у меня спросите вы последняя со словом вузы дырни у вузы дырни я скажу но по дюту нет я я не последняя касса еще дальше будет работать то есть здесь слово дырни и дырни в не передаст значение последней в очереди здесь мы спрашиваем мадам в уфт лякер в уфт лякер а это упрощенный вариант мадам в уфт лякер миссию в уфт лякер упрощенный вариант чаще всего французы здесь французы будут использовать конструкцию сэ ки сэ ки и в принципе чаще всего французы будут спрашивать мадам сэ в уфт лякер сэ вуки фит лякер миссию сэ вуки фит лякер сэ вуки фит лякер не просто в уфт лякер а сэ вуки фит лякер и если вы стоите в очереди значит вы можете в свой адрес слышать вопрос да к примеру к вам обращаются мадам сэ вуки фит лякер как мы отвечаем если я последнюю улице муа и можно поставить точку можно продолжить у и сэ муа ки сэ лякер уже здесь будет ки сэ потому что муа же сэ и мы будем использовать глагол сэ сэ муа ки сэ а если сэ вуки сэд потому что в уфт сэ вуки сэ муа ки сэ не путайте пожалуйста либо нам нужно сказать ой в магазине такая очередь да значит мы скажем илья лякер илья лякер данный магазин как мы с вами учим эту фразу очень просто вы все ходите за покупками даже если у вас сейчас первоначальный уровень французского вы боитесь разговаривать говорите сами с собой вы делаете покупки и вам пора уже идти на кассу значит вы сами себе тихонечко в полголоса проговаривайте я иду на кассу занимать очередь надо занять очередь учить эту фразу проговаривайте дома и используйте а пишите в комментариях слышали ли вы эту фразу понимали ли вы ее до моего разбора не забывайте оставлять свою реакцию в форме лайков подписываться на наш канал писать свои комментарии но мы с вами увидимся в следующих видео всем пока пока